особое мнение на 101 фм в кирове 13 л 6 программа особое мнение в эфире яна лапшина приветствую слушателей говорю здравствуйте гости в нашей студии сегодня это юрий шлемин зон депутат кировской городской думы юрий львович добрый день ну как обычно я хотел бы сказать что все сказано мной в эфире является моим оценочным суждением этим у вас обезопасим и себя нападок внешних врагов ну ладно постараемся по крайней мере обезопасить себя тем на повестке у нас несколько я напоминаю слушателям что вы тоже можете участвовать в нашей программе через форму анонсов на нашем сайте хакирова . ру можно задавать вопросы гостю начнем наверное все таки с такой весенне-летней темы ремонта дорог накануне в этой студии был константин сичихин руководитель рабочей группы по ремонту по контролю за ремонтным содержанием дорог мы с ними немножко поговорили уже до том что происходит и я так понимаю что очень много проблем и очень много претензий у общественников а вы по моему тоже ведь не первый год я состою если я не ошибаюсь еще с семнадцатого года качеству качеству тех ремонтов которые делались по нацпроекту безопасные качественные дороги не везде гарантийные обязательства ну да мы же знаем что они не везде выдержаны потому что уже и фирмы те отсутствуют которые принимали участие в этом великом подвиге устройства дорог правда надо сказать что претензионная работа нашими административными службами ведется с этими организациями но некий есть уже такие которые отсутствуют что больше всего не совмещает в этом вопросе что дороги приведенные в нормативное состояние в семнадцатом восемнадцатом году девятнадцатом сейчас уже находится по моим понятиям не в нормативном состоянии ну и безызвестная например улица труда по которой ведутся там много претензионной работы да мы видим что состояние люков на этой дороге на просто даже описать словами нормального нормальными словами описать невозможно состояние люков мы имеем ввиду что они поднялись над дорожным покрытием или напротив упали они упали вокруг них образовалось много ям глубиной ненормативной глубины и ширины вообще проблема рюка мы уже на эту тему с вами разговаривали по этой теме было и заседание на комиссии в кировской городской думы надо понимать что это системная проблема с ней надо решать вопрос очень системно что есть ну там разный вариант причины есть который вызывает это состояние это неправильная установка их это плохая основа пол где люки устанавливается и виды люков которые можно использовать это есть несколько видов люков которые ведут себя лучше чем плавающие руки например чем обычные люки да они стоят немножко дороже но зато потом эксплуатационные расходы гарантийные расходы исполнителей работы они конечно резко снижаются а люки эти она они собственность чья то есть кто должен нести ответственность за их состояние и их внедрение в дорожные покрытия люки принадлежат собственникам но их исправлю меняют их размещение не меня это выводят их на определенную точку те кто выполняет дорожные работы дорожники все-таки ну дорожники до в верхнем плане у них сначала делать все когда принимают дорогу все все в нормативе потом их раскапывают обычно бывает совсем другая тема когда они ниже лежат уровня их их да вы правильно говорить и раскапывают их устанавливают но устанавливать дорожники они те организации которые принадлежат люки и обычно еще ко всему раньше приглашают субподрядчики для выполнения этих работ и качество их работу ни в какие рамки не входит мы сами видим там что в центре города по крайней мере делается если на основных магистралях сам октябрьского проспекта улице ленина их количество минимизировано да то мы таких огромных проблем не видим но на всех второстепенных так называемых улицах руки находятся просто в безобразном состоянии кроме этого еще есть так называемые провалы проходят в тех местах где наши великие две организации ктк в основном и водоканал проводили называемые раскопки но ремонтные работы это одна часть вопросов но есть у нас в рамках договоренности и ктк проводит тоже очень огромные работы хотя сейчас даже им поставлено задание такое что эти работы по восстановлению дорожного покрытия должно быть полном нормативе и теми средствами которыми делают основные дорожники но вместе с тем и все равно наблюдаем просадки по крайней мере те работы которые проводились в прошлом году и сейчас при объезде мы видим что если конечно уровень просадок меньше но они все равно имеются очень много просадок в тех местах где устанавливали так называем пункты контроля учета тепла кроме того что сами пункты вызывает большие вопросы как они появились на территории муниципального образования в этих местах еще и плитка установлена где нам снималась известно какой марки и какого вида то есть мы видим определенную цветовую гамму при благоустройстве тротуаров которые проходили в прошлом году позапрошлом году и туда пришло ктк своими субподрядчиками ну ссылаться на суп подальчик вообще-то неверное дело подключает все равно главный заказчик мы увидели что плитка была другого типа посту установлено там световая гамма не соблюдалась и просадка произошла как в местах где была дорожная где плитка была где было асфальтовое покрытие ну и много других неприятностей создали эти работы по крайней мере на сегодняшнее число мини мы не видим что восстановительные работы идут большим темпом много мест которые в прошлом году были неблагоустроены пока по крайней мере находится в том же состоянии только такая обещает но насколько по крайней мере они в нашем эфире озвучивали все сделать к тому моменту от погода позволит привести в порядок вот эти все места раскопок и провести там работы по благоустройству ссылается на погоду но вы сами понимаете что по крайней мере плитку переложить которая проходит ему ну возьмем угол мопро и карла маркса даву бывшего магазина океан ну там третий если не ошибаюсь на вторую или третью неделю все это происходит ну кончание работ не видно и таких мест очень много а провала которые образовались тоже в пункте установки контроля учета это перекресток улице труда и свободы там на большой площади просела почва почва пусть что подорожное покрытие будем говорить про почва еще тоже рядом просил я задевал таких мест достаточно много а рычаги влияния есть какие то ну вот у депутатов городской думы например депутаты только ставят вопросы администрация которая должна контролировать эти вопросы ну как я и раньше говорил что некачественная некачественный линейный контроль во время выполнения работ вот приводит таким результатом да актирует конечно администрация все эти места сейчас налажен с этим вопросом это же все претензионная работой восстановительные процессы восстановительный процесс какие-то не заканчивающие получается что пока дорога гарантийном даже обслуживании не выдержит приходит тому что в нормативное состояние через три года уже можно по новой начинать трудиться совсем плохо юрий львович а что с дорогами ну вот давайте ваш депутатский округ возьмем у вас там много садоводческих товариществ в округе да насколько я понимаю все таки что там ну каждый год ремонт грунтовых дорог проводится старается надо сказать в отдельных местах приступили что та программа которую разработала администрация трехгодичная по ремонту именно грунтовых дорог на территории муниципального образования туда и попадают дороги понятно идущие к снт она дала свои результаты во многих местах вполне проезжаясь стала это место хотя грунтовых дорог мы знаем что у нас на территории муниципального образования 400 с лишним километров на самом деле и заниматься есть еще чем то есть но как объяснять администрация что то программа трехлетняя будет иметь свое продолжение как и будем заниматься освещением наших улиц уже с вами обсуждали это что на территории муниципального образования очень большое количество улиц который не имеет постоянного освещения ну что очень плохо нефиг и места большей своей части является и грунтовыми дорогами там не то что проехать за еще и пройти нельзя удобно потому что и ходят и школьники и пожилые люди проблема есть я думаю что эту программу мы все же добьемся в администрация осуществила и право гору под руководством депутатов какой-то владимир ильич получается по-другому нельзя наверно да и релевович если все-таки по вашему еще округу пройтись половодие то завершается уже ну еще такого резкого снижения нет не сошла еще вода у нас сожалению у нас дожди прошли но таких опасностей которые ожидали крупных вроде бы нет вересники на месте находится их никого не он ничего не унесло что очень радует дым кого тоже не плавает рыбу не ловит из окон поэтому надеемся что этом году пройдет более-менее все спокойно потому что к ремонту то вну в том числе и грунтовых дорог ведь можно приступать только после того как все да еще а заречные части хотела я поговорить все не так давно делали мой эфир с представителями роспотребнадзора говорили про первые случаи покусов клещами кировчан да и с удивлением для себя я услышал что оказывается даже те территории которые у нас официально обрабатывают от клещей да они небезопасны но это вызвано тем что как говорится бьют не по всем площадям ну например сейчас вот все на кладбище поедут на на кладбище макаревское кладбище там площадь я могу ошибиться в районе 30 гектаров да кажется или чуть побольше то в план обработки всего попадает 8 гектаров понятно что в этих зонах где не сидят же в отдельных зонах и обрабатываются зоны намного больше над все из-за скудности на скорее всего нашего бюджета происходит что мы полную такую бомбардировку по клещам тотально провести возможности не имеем скорее всего как так то не знаю так наверно бюджет составлен а смысл какой обрабатывать какую-то часть территории с другой территории не обработаны клещи переползут супер узкие специалисты знают как это делается наверно или не знают что это надо делать полностью по площадям а не быть по отдельным получается что мы деньги бюджетные тратим на это да и и бесполезно то же самое тема нам скоро придем к борьбе с борщевиком лето начинается лето начинается я вот совсем недавно изучил техническое задание на работы по уничтожению большевика и увидел но считаю что просто не специалисты делали поэтому она терра так как спланировано техническое задание то эффекта никакого не будет а где планирует бороться с борщевиком во многих местах вот у меня там большие списки есть по районам дело не в этом где планируете не планирует во первых обработка гербицидная обработка и механическая разделены по времени всего в пять дней это вообще глупость потому что после гербицидной обработки так называю химической обработки надо чтобы прошло минимум двадцать пять-тридцать дней тогда появляется результат действия а потом уже механическая обработка это просто уборка чтобы было красиво а не то что уничтожение уничтожение механические способы большевика не произвести никто не смог никогда это не произойдет даже семена остаются новость и минимум надо место которое то есть контракт на заключать на два года по обработке потому что минимум надо два года проводить химическую обработку той площади чтобы добиться какого-либо результата а у нас забита одна химическая обработка две механические с перерывом несколько там дней десятков мы понимаем что деньги как бы на ветер поэтому придется наверное администрации своих специалистов составляющих технические задания обучить привлечь специалистов для составления технического задания вот то же самое я думаю что вот если мы все ругаем наши заборчики до в городе заборчики очень ругаем на ругаем из-за их внешний вид не из-за того что них они поставлены вот я не ругаю что не поставлен на самом-то деле потому что во многих местах она нереально предотвращает перебежки через улицу мы потому что видим что ну горожане как-то нас не привыкли по пешеходным переходом ходить в отличие юрий львович вот не было раньше заборчиков и мы попадали под под машину плохо ну вот ну ладно путешествовать и видите что не во всех странах да очень много забору там используются кустарники не знаю я на себя фотографии из крупных американских городов например где никаких заборчиков нет а трафик дай бог да мы обратили внимание что во первых там пешеходов много на самом-то деле там перемещается все же на автомобилях но если пешеходы перемещать это не идут в местах перехода они где кому пожелает у нас наверно эта методика обучения перемещения через пешеходные переходы методов установки забора думать когда-нибудь лет через 50 забору можно будет убрать население мыть руки чаще раньше такой же практике не имела население мыть руки постоянно после перемещения по улице или других местах сейчас я думаю что процесс что даже уровне продажи мыло и гелий для рук возросли как говорит статистика при этом значительно возрасту значит население стало мыть руки что радует конечно так вот вернемся еще раз этим же заборчик заборчики то мы каждую весну видим что никакого такого грязно-ржавого цвета да но если в техническом задании по установке этих заборчиков было прописано что покраска проводится не на улице муниципального образования а в помещениях с соответствующей сушкой и подготовкой поверхности наверное мы каждый год не приходилось бы красить грунтовку и между покрывать краской есть определенные виду то есть надо заборчики выкапывать куда-то до того как а закапывать так их надо было красить соответствующих местах где это проводится с использованием механизации ну понятно чтобы меньше затрат автомобилист любой знает как чинят машины да то есть там сушка же в условиях какого-то гаража не только машины вообще все производится что в студии стоят это тоже как-то по-другому краситься не ну наверное на студии сейчас покрасили на промышленных условиях конечно все это делать промышленных условиях уже помнил какого марса где-то года три-четыре назад желтый цвет все покрасили когда красили заборы конечно да покрасили все я чего-то зависит как прописано в техническом задании я не думаю что это сильно увеличит себестоимость производства а может даже и снизит но тогда мы не будем каждый год красить забор и тратить миллионы рублей на это дело нас вот сейчас урбанисты то слушают которые против заборов и думаю не хорошо можно не ставить заборы а уж если ставить юрий львович не можем кустарники высаживать к сожалению у нас очень медленно растут это тоже такой метод применяется сажать надо правильно сажать надо правильно ну все равно все же у нас климат не такой чтобы очень быстро все это росло я вам должна сказать что у нас например на дириндзяева угол дириндзяева и милицейск эти заборчики поставленные из оцинковки они прекрасно выглядят они серенькие и красить их не надо то есть изначально можно просто не из металла заказывать заборчики а из чего-то ну в смысле не железа а из оцинковки можно из нержавейки только дорого очень стоить будет можно покрасить правильно да раз уж вы про заборы заговорили я все-таки не могу не спросить про эту тему которую мы неделю уже так или иначе обсуждаем заборы на октябрьском проспекте чугунные заборы я не знаю или стальные но крашеные под чугун возле танка да где где пенсионеры просят демонтировать частично ограждение чтобы был прямой доступ прямой доступ там есть с пешеходной части спокойно совершенно можно зайти да только туда добраться к проходу пешеходной части ну вот вы же перемещаетесь на автомобиле да я перемещаю в районе самого памятника танка можно переходить на улицу но раньше переходили раньше на ваших ездили нет 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 юрий львович еще несколько лет назад до установки забора там был он не было официально оформлен как пешеходный переход на через октябрьский проспект с улицы чехова по правилам его там нельзя установить почему переход у специалиста я же не такой крупный специалист есть правила по установке пешеходных переходов можно изучать еще этот вопрос но то что там бегать просто так через дорогу нельзя это я точно уверен светофор то можно поставить наверное нельзя потому что там совсем рядом светофор есть определенный промежуток через который можно ставить светофоров даже вот вы вспомните очень нехорошее место на улице воровского где произошел в прошлом году спереди был пешеходный переход нерегулируемый там произошел спрительный случай да вот сколько не изучали а светофор там установить невозможно мы имеем ввиду перекресток воровского володарского да его по правилам нельзя то установить почему есть определенные правила по установке на предыдущем пешеходным простите на предыдущем перекрестке свободы с улицы воровского есть светофор и он есть на пересечении воровского и карла мальчик надо убрать потому что расстояние очень близко то есть нельзя через 200 метров устанавливать там не 200 намного меньше получается к сожалению то есть даже светофор с кнопкой не поставить и зебру не нарисовать зебра и сейчас есть нет я имею ввиду на октябрьском проспекте возле танка наверно если можно было это сделать она бы сделали прорабатывается вопрос на сколько изучают но я вот вы знаете что прорабатывается или вы предполагаете я знаю что прорабатывается но я вот на самом деле вижу что подход есть и все эти популистские это не популистки это ветераны звонили юрий львович это звонили пожилые люди которые чуть не плача рассказывали о том как приходится со сквера не за зайти сто метров сто метров в другую и просили сделайте хотя бы на 9 мая нам проход туда а еще коллеги рассказывали как поддерживать это не буду а вот так спецтехника и спецтехника ехала по пешеходной части бульварной зоны бывает ну то есть вы против того чтобы демонтировать там за пор считаете что там ограждение нужно я не говорю что в таком виде именно конечно там переход перебегать дорогу нельзя до того как если там не будет организован официальный пешеходный переход надо как-то граждать это место но на ваш взгляд официальный пешеходный переход там не нужны ли не можете сказать ну как горожанин а нужен ли он для может и нужен тому кому на я знаю что я могу подойти подойти к помню стороны сквера для меня эта проблема не создает если кому-то создает надо эту проблему решать можно ли ее решать вопрос а как и решать депутатам депутатам писать не знаю администрацию писать в гибдд писать вода не страду писать конечно на гибдд даже не занимается этим вопросом она только объясняет возможно это делать или нельзя делать это и функционал а проектированием пешеходных переходов занимаются профильные организации они объясняют согласно снипов существующих возможно это сделать или невозможно ладно посмотрим с популизм заниматься не что скажут специализированные организации давайте мы до рекламы еще одну тему безопасности обсудим эта история с упавшим забором на перекрестке дериндяева и маклина я произошла фактически трагедия наверное да позавчера 4 числа когда из-за упавшего забора получила травмы и впоследствии умерла в больнице пожилая женщина и вот эта вот история она на самом деле конечно заставляет задуматься потому что стройки в центре города у нас довольно часто да расположены мы их видим эти заборчики стоят и стоят и все мы надеемся на то что эти заборчики нас от чего-то сберегут от упавшего кирпича или еще чего-то на самом деле они мало того что не сберегают они еще и опасность дополнительную создают как показал вот это вы не понимаете почему это происходит а почему потому что никто вернулся опять к своему любимому слову отсутствие линейного контроля есть службы специальные у нас существующие чиновники получающие заработную плату за это которые должны контролировать правильность ведения строительных работ эксплуатацию техники на стройках не выезд автомобилей с грязными колесами тогда летом подобное там как если правильно как он строй госнадзор в общем есть организации которые за это отвечают на каждой стройке в организации есть инженер по технике безопасности который тоже должен этим заниматься на самом деле конкретные виновники в любом случае легко могут быть найдены одни которые не контролировали контроль за отсутствие контроля остальные которые не контролируют выполнение работ по установке этого забора когда стройка начиналась должны контролировать должны контролировать этот забор там стоял несколько лет насколько я помню мы видим какое состояние наши заборы приходят и почему-то их никто не считает если они там затягивается стройку установили в каком-то благообразном так называемом виде которые считали совсем еще недавно в они как доски не обработанные не струганные всякой прикладывали наши великие строители имея огромнейшую маржинальность на тот период тем более но раз за это не спрашивала администрация технадзор за это не спрашивал они все позволяли экономить на этом и выйти человеческие жертвы слава богу в кирове первые в других городах если вы возьмете статист посмотрите погуглите увидите что это не первичный случай то есть такое бывало и раньше мало да и при том что у нас еще не штормовое место да есть города где достаточно сильные ветра бывают нас за этим смотреть контролировать что теперь в городе будет и будет ли и должно ли быть после вот этого инцидента то есть должны ли сейчас специалисты поехать по всем стройкам и проверять насколько правильно там закреплены заборки люки из-за которых произошли дтп проверять нашу слабо себе представляем хотя их переписывать по крайней мере также и заборами произведут но же сразу послать комиссию проверить сегодня крышу проверяем завтра крыльцо где-то обрушится будем все проверять все двери входы выходы компания никогда ни к чему хорошему не приводит подождите поедут или не поедут все-таки а должны ехать ну вам так окажется вот сейчас после после этого происходить регулярном режиме компания по закрытию клубов я помню да после хромой лошади в перми до провели провели все исправили наверное я помню еще один центр после зимней вишни после этого происходили случаи происходили поэтому все надо заниматься в системе никакой компаниейщины устраивать не надо и есть ответственные реальные люди которые за это отвечают у нас для этого есть прокуратура и другие контролирующие органы которые должны повлиять на то чтобы контроль по определенным видам деятельности для работ проходил систематически у нас любит прокуратуру составлять большой перечень проверок и работы почему в другой части занимается к сожалению они в том что где превыше всего это безопасность населения юрий шлемензон депутат кировской городской дому в нашей студии мы сейчас уйдем на рекламу через полторы минуты вернемся и продолжим у нас впереди еще несколько тем особое мнение на 101 фм программа особое мнение продолжается юрий шлемензон нашей студии депутат кировской гордома мы в перерыве кстати поговорили про контроль администрации за тем что происходит вообще в сфере городского хозяйства юрий шлемензон рассказывает случай буквально вчера позавчера на улице профсоюзной эта история кстати тоже распространенная и повторяющаяся ежегодно в кирове заканчивается снег начинается весна и вместе с ней приходит пыльные бури пыльные бури создают машины которые убирают наш город как как они убирают юрий львович ну давайте расскажем по улице профсоюзной перемещается автомобиль новый хорошей красивый со щетками него летит пыль во все стороны я останавливаю этот автомобиль и спрашиваю почему без водяной обработки проводить водитель обещает что здесь должна была пройти бочка с водой бочки как поета нет она или сломалась или отправили в другое место я вам что на план выполнять у меня же план надо выполнять ладно это одна часть вопроса потом я спрашиваю почему полуметра от бордюра перемещаетесь пролотковой зоне остается самый большой мусор но это все возле тротуарчик копится конечно он обещает у нас улицы кривые щетки повредить а то есть у него задача такая не повредить щетки не повредить щетка то что убрана не убрана никого не волнует а то есть они просто так катаются потом наверно пошлют какую-то еще машинку которая будет путь и пыль поднимая да он же отчитался у него же стоит прибор он проехал он проехал везде отмечено что он перемещался ну а убрана или не убрана кого волнует и пыль есть или нет это уже другую службу уже интересует мы опять возвращаемся к линейному контролю по уборке территорий потому что есть специалисты которые получают заработную плату и ответственные они должны проконтролировать и поставить оценку за уборку они так и контролируют потому что вас кто-нибудь вообще останавливало спросил водителя да нет никто меня не оставили вы представите какое количество автомобилей проехала мимо него пока он по улице профсоюзной перемещается представляю все закрывали плотные стекла ну да лучше ездить плотные стекла я вот не открываю никогда стекла стараюсь не открывать дмитрий печенкин вы депутаты гордумы утвердили же недавно на посту руководителя департамента городского хозяйства может ему задать этот вопрос что может он победит он реагирует хорошо всегда вопросом молодец ответственный человек хватит ли одного печенки на весь город это другой вопрос потому что это оценки должна ставить служба так она конечно находится в подчинении это Александрович но есть там в этих служб тоже свои руководители есть которые должны этим заниматься так надо руководителя насколько я понимаю там наверно не хватает штата был же такой период как например в гдмс не было сменных мастеров да потом они появились благодаря тому что депутаты даже начали про это говорить то есть выезжала бригада работать и все они все работали по тех заданиях а что они делали как они делали ну знал наверно большой начальник гдмс раньше сейчас есть свинные мастера с пыльными бурями юрий львович это же не первый год происходит это каждый год люди жалуются и каждый год одно и то же повторяется в этом году немножко песочка было поменьше как мы понимаем ну да да другое сыпали нам другим сыпали троллейбусы потом правда ломались это мелочи нам все равно парк троллейбуса на менять поэтому не жалко не жалко так скоро поменяем песочка поменьше но бури то пыльные остаются конечно это не очень хорошо влияет на состояние здоровья граждан особенно когда сейчас у нас вирусные заболевания по городу бегали до больших количествах или малых количествах не улучшает но как то можно повлиять на то чтобы линейный контроль пошустрее себя вел как-то должен то большие начальники должны дать команду на же все как только начальник отдаст команду может не видят машин на улице профсоюзный но плохо если бы они с утра вот все ходили пешком по городу немного чего видео но есть такие которые ходят с утра пешком я знаю и встречаю вот поэтому них давайте их по фамилируем нет их неправильно поймут более высокие начальники скажешь что они популист потрясающе просто я-то думала вы скажете этих людей мы будем знать на улице города хорошо пожаловаться на что-то нет лучше выходите утром они ходят по улицам можно встречать и вопросы задавать и решать вопросы поднимите вопрос пыльными бурями на заседании гордумы очередном хорошо мне кажется доживет еще это правильный руки на которого за эту часть вопросов отвечает у нас как раз он руководитель комиссии по жкх ну почему он не только по жкх благоустройство транспорта ладно денису ерохину и вы и мы скажем обязательно у нас остается не так много времени юрий львович еще одна тема тоже такая ну скажем так может быть не первой свежести да это история с квоту который который ну не знаю сколько лет наверное 4 5 уже обсуждается вот с приходом игоря васильева насколько я помню наш регион на пост губернатора эта тема поднялась и в прошлом году ездили на территорию квоту общественники экологи которые нашли там огромное количество растений в достаточно таком разнообразном количестве да это все было просили их сохранить в этом году стало известно о том что на территории квоту будут сносить девять зданий снос начался и вот 3 мая в социальных сетях появились фотографии того как это все происходит как обозначена у нас эта зона деловая застройка по моему да общественно деловой застройки и не рекреация не рекреация ходи с топором не руби подождите но областное правительство в лице ирины кислухина обещала что ни одно дерево фактически не пострадает мы делаем возвращаемся к пункту номер один отсутствие линейного контроля при выполнении работ точка а кто должен обеспечить если мастер сидоров иванов петров отсутствовал во время выполнения работ мастера тракториста не послал никто петрову было неудобно никто не заинтересован в том чтобы мастер сидоров нашел там нарушение это кто вам сказал не факт а то есть вы хотите сказать что правительство области не знает что там деревья сносят варварский конечно не знаю как не может пешком туда не ходит утром там не будет представители правительства вот повернулись к пункту номер один отсутствие линейного контроля при выполнении работ его знаете я наверняка думал что они были нарушены мы видели на улице города вот совсем недавно убирали была команда дана убрать лед с тротуаров так все бросились выполнять команду потому что видать и хорошо начальник сказал что за это пострадавшие будут и введены и глыбы полезли куда у нас все на великолепные газоны которых пробивались деревья увидели вы сколько повреждено было деревьев ну что тракторист или как там будем говорить не трактористом управляющим этим средством боб к этому боб к этому механическим средством он что не видел что страдает деревья видел но ему было все равно но у него задача не сохранить деревья у него задача лед убрать грязный вот здесь та же самая история в квоту у них задача здание снести они обещали что ничего не пострадает совершенно при этом при этом общественники все говорят что невозможно снести здание так чтобы не пострадали деревья и мы это видим да не про юрий да неправда все возможно все возможно все возможно разные методы и способы есть есть дешевые и более дорогие способы есть хорошая техника и плохая есть начальник который головой не желает думать вот и получается такой результат юрий львович тогда у меня вот такой вопрос уже под если бы наши природоохранные службы зная о том а сигналы от населения были направили туда своих специалистов эти службы на самом деле когда ходят работают очень великолепно так они может отдыхают майские праздники а вы не помните как уничтожались деревья при строительстве нашего большого комплекса алые паруса раз и нету и нету вот и и там также думали что раз и нету оказалось что вот были бдительные граждане которые посмотреть успели один вопрос я вам задам если власти обещали что при сносе ну просто мы уже завершаемся при сносе не пострадают деревья но свои обещания нарушили можем ли мы предполагать что обещание что там не будет жилого квартала крупного еще что-то не будут нарушены соврали в одном есть генеральный план так вот у него смотрите все изменения в нем вносятся через публичное слушание и решение городской думы вот и весь ответ на ваш вопрос просто так произойти ничего не может передвиги должны прописаны законом действия произведены быть ладно пойдем читать генеральный план да спасибо большое большое обсуждение генерального плана депутата городской думы особое мнение завершаем до свидания до свидания особое мнение на 101 фм